Всем привет! Наконец-то я с вами! Прошло достаточно долгое время с последнего видео и мы снова акцентируем внимание на нашем крысе черно-белом. Посовещавшись с моей девушкой, мы назвали его Толиком. Крыс Анатолий, он очень контактный, уже достаточно взрослый. Вот он такой, милашка-милашка. Как раз после купания. И сегодня у нас будет видео кормление, поскольку совершенно недавно Толик, как и его коллега, белый крыс с красными глазами Наполеон стали настоящими убийцами. А убили они саранчу. Вот у меня тут две саранчи небольшие, достаточно маленькие, не подросшие еще. И, соответственно, Толик... Я все прощу! Соответственно, Толик будет их кушать. Я снимаю вместе с ассистентом, моей девушкой, поэтому... Если будут мелькать дополнительные пары рук, ничего страшного. А очень даже хорошо. Так, временно пока прикроем. И попытаемся достать саранчу. Надеюсь, мне удастся по одной их взять. Главное, чтобы они не упрыгали. Не хотелось бы их по всей кухне потом собирать. А то они очень активные. Очень. Да. Придержим. Нет. Не получается. Лишь бы не раздавить их совершенно случайно. Так. Все. Одну взяли. Открываем. Отлично. Спасибо. И он идет сюда. Толик, ты будешь хватать? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мы сразу слышим грызущие звуки. Как мы можем знать, в природе грызуны также поедают насекомых. И саранча также является частью их пищевого рациона. Соответственно, иногда кормить мясом, то есть саранчой, крыс очень даже нужно. И мы прекрасно видим, как толик отгрызает саранчи сначала голову. И затем загрызает ее на смерть. Сейчас как-нибудь поудобнее расположу камеру, чтобы выглядеть. Чтобы видеть подробности. Да, толика ничего не смущает. Как всегда, он начинает с головы, чтобы жертва не сопротивлялась уже. Ну, а все остальное пойдет следом. Так что да, крысам тоже нужно мясо, насекомые. И крысы тоже убивают. Толик у нас долгожитель, поэтому все самые вкусные кусочки достаются ему. Конечно же, не в ущерб его коллеге Наполеону, но тем не менее... Наполеону уже будет все равно. Ну, мы пока... Ладно, придется рассказать страшную тайну, потому что... Наполеон наименее контактный по сравнению с Анатолием крыс. Поэтому терпеть его выходки, когда его берешь на руки, он просто какает на пол. Притом в самый неподходящий момент. Это очень раздражает. Собственно, еще одна особенность крыс. Никогда не поймешь. Какой у них характер, пока не узнаешь. Собственно, поэтому в скором времени Наполеон будет приговорен к поеданию нашим капским варанам. Да, это жестоко, но... Даже если кто-то захочет взять этого крыса в себе, то вряд ли вы сможете его любить. Поскольку характер у него все-таки, в отличие от Анатолия, недостаточно контактный. Он не кусает, но может поцарапать и вообще ведет себя не очень корректно. Ну, а пока мы наблюдаем нашего Толика. Ладно, пока он доедает одну саранчу, мы попытаемся взять вторую в руки. Точнее, не в руки, а в пинцет. Саранча решила пожертвовать ногой, чтобы выбраться. Это ее не спасет, мы ее отправляем к Анатолию. И, соответственно, закрываем. Да, стартил. Нет, не надо. Эту фигню мы выбросим. Да, гадость какая. А Толик сразу принимается за вторую саранчу. И, убежав, начинает грызть ей голову. Вот он какой у нас, Анатолий, убийца. Так что, покупая каких-нибудь кормовых насекомых, вроде сверчков, саранчи для своего питомца варана, не забудьте, что крысам также нужны мясо. В данном случае насекомые. Для них это естественная еда. Как говорится, природа специально создана для того, чтобы кто-то жил, поедал одного, затем его поедал другой. В данном случае саранча поедает посевы, а саму саранчу поедают крысы. Крысы, хомяки и прочие грызуны. Что ж, на этом все. Мы оставляем нашего Толика доедать свой обед. Чуть позже мы дадим ему воды и другого корма для крыс. Вот такое небольшое видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok